всем привет сегодня хочу сравнить два телефона которые нужно сравнивать вообще никто никому бы не пришло в голову но тем не менее galaxy s8 которому четыре года и а 01 давайте сделаем все уберем адаптивно и добавим все яркость вся яркость будет тоже вся вот так выглядит два телефона но разницы нет что здесь положим что один стоил свое время 60000 этот стоил стоит сейчас 6 990 иногда по акциям он стоит дешевле вот неделю пользуясь телефоном этот телефон я приобрел для мамы чтобы мама им пользовалась раньше у нее был на android го на 8 версии какой-то телефон там стоящий две с половиной тысячи в то время сейчас цены немножко другие и как бы телефоны стоит уже гораздо дороже потому что доллар вырос и вот такие вот сейчас цены здесь стоит полноценный android 10 поэтому поэтому он я считаю гораздо круче то есть вот такие приложения у него поставил я если вы можете видеть какие-то приложения самсунга или яндекса я удалил оставил только то что но считаю нужным или как бы ну то что я считаю нужно если мама посчитает что-то попросить я естественно ей устанавливаю тоже здесь же стоит гораздо больше приложений естественно во первых почему вторых потому что здесь 64 гигабайта здесь всего 16 из них наверно доступно сейчас будет гораздо меньше то есть так где мы это посмотрим память настройки обслуживание устройства память 11 гигабайт занята то есть доступно всего ничего для доступна пишет 72 процента используются доступно четыре с половиной гигабайта здесь несколько скриншотов несколько фотографий то есть видео практически нету никакого поэтому поэтому общем то он еще не занят ну и за неделю естественно особо ничем его и не за не занял ну в первую очередь я хочу рассказать свои впечатления о том о пользовании этим телефоном как вы видите они практически выглядят выглядят они по-разному но тем не менее размеры у них практически одинаковые я даже пробовал там какой-то чехол galaxy s8 одевать сюда но понятно кнопки не подходят но тем не менее чехол очень даже подходит не подходит камера все остальное на чехол примерно размеры точно такие кстати хочу сказать сразу что выпирающая камера но прям знаете на нее всегда ты кладешь на нее кладешь на нее хочется положить на что-то мягкое чтобы ну по крайней мере не повредить камеру или по крайней мере здесь в первую очередь повреждаться будет поэтому рекомендую все таки какую-то силикон силикончик купить либо минимум наклеечку на камеру сделать нужно ли наклейка на экран это уже ваши как бы предпочтение если вы хотите вы естественно можете наклеить и у вас здесь есть в настройках можно увеличить чувствительность экрана если вы клеите какую-то пленку ну я не знаю пока клеить ничего не будем потому что это в общем то ну гораздо хуже всегда чем что-либо еще сразу хочу сказать о олеофобном покрытие здесь его не знаю наверное все таки здесь его нет и вот вот эти вот движение прям чувствуется что ты ну понятно что по стеклу до двигаешь но тем не менее это не очень не очень олеофобного и этому четыре года да то есть здесь уже олеофобка может быть как-то немножко пострадала уже начала как сказать чувствовать себя нет не так как первоначально но тем не менее тем не менее олеофобное покрытие есть и движение гораздо приятнее по крайней мере ощущения мои такие так что хочу сказать сразу хочу пройтись по приложениям которые здесь есть оставил пока офис но если вам допустим не нужен вы можете просто нажать до у меня настройки стоят что я не могу чтобы никто не мог удалять с экрана приложение то есть весь телефон попользоваться и передвигает все эти значки приложение все здесь есть такое блокировка главного экрана то есть если ну она весь кстати везде но тем не менее и вот я говорю если вам не нравится что лучше да вы можете просто напросто удалить все удаляете это приложение его больше не будет все исчезло это те которые были приложения galaxy store кстати очень качественный хороший одно из приложений которое ну по крайней мере я ставлю на свои обновить одно из приложений которым я пользуюсь и она бесплатно в galaxy store это ду рекордер насколько я помню google play ду рекордера уже давно и нет там разработчик изменил это приложение сделал там платное что ли с рекламы или еще чем-то а здесь ду рекордер абсолютно полноценный для записи экрана существует все есть то есть если вы хотите вы можете без проблем набрать ду рекордер вот он стоит абсолютно четкое приложение для записи экрана здесь не будет ну можно убирать надпись ду рекордер это все бесплатно и плюс это редактор все-таки какой-никакой как запись экрана это очень хорошее приложение так дальше что здесь у нас еще осталось из интересного здесь вот скажем так данные телефона об аккумуляторе заряд аккумулятора держит ну некоторые обзорчики пишут что можно пользоваться телефоном там несколько дней я не знаю как они пользуются телефоном видимо он у них лежит всегда и поэтому они несколько дней пользуются учитывая то что батарейка еще может быть даже не пришла в нормальное свое состояние но мне удавалось пользоваться телефоном ну часов десять если я находился на вай-фай да наверное ну там часов может быть 12 до а так мне приходилось минимум один раз в день заряжать его либо утром либо ночью либо вечером но тем не менее один раз в день всегда всегда я его заряжал так ну понятно мессенджер мы поставили мы поставили диспетчер вашего телефона это для того чтобы видеть синхронизацию с windows 10 и можно было одну по крайней мере как-то более-менее не то что контролировать маму но помогать маме что-то сделать купи батон поставили для того чтобы она могла там попросить что-то занести допустим какие-то продукты и мы уже знаем хлеб до хлопья хлеб белый все нанесли и уведомления сюда уже прилетит и мы будем знать так все это прилетело уведомление на nexus на планшет кстати ранешние версии андроида работают гораздо лучше с уведомлениями то есть нет никакой блокировки ничего а вот на новых этих девайсах это немножко хуже работает так что еще мы поставили аптека ру то есть допустим мама может без проблем находить там свои лекарства которые необходимы выбирать в корзину там все кино в корзине готова может сама заказать я могу зайти на свое приложение под одним аккаунтом мы можем заказывать любые то есть она набрала то что ей надо я закажу и все сделаю все теперь что еще а также я хочу сказать что этот телефон можно использовать как детям как взрослым так и любому человеку не знаю как второй телефон у меня всегда было такое чувство я не знаю ну понятно там за четыре года надоел телефон мне не очень хочется его там брать там пробовать что-то с ним делать мне всегда хотелось на этой неделе все время взять этот телефон и посмотреть а как он работает а лучше ли он работает надежнее ли он ну то есть он интересен интересен даже может быть как второй телефон мы поставили напоминание самсунговский это очень хорошее напоминание как их можно использовать если я допустим у себя ставлю напоминание ну не знаю там проходя мимо гаража своего не забыть в гараже там кто-то ехал на машине проезжаешь моего гаража у тебя напоминалочка забери там стремянку лестницу все ты забрал все это четко мне нравится самсунговский напоминание мне действительно нравится это очень здорово это вдвойне здорово когда это работает и на таком телефоне не за 60 тысяч а всего за 6 или за 7 тысяч погода понятна обычная то есть все это четко видите наша температура под новый год вот такая поставили инстаграммами для того чтобы мама могла следить за внучкой за внучатами за внучатами все смотреть все быть в курсе не знаю обсуждать это поставили так же тик ток тик ток тоже так я часто спрашивают допустим все она может это видеть и все будет по приколу теперь что еще меня удивило что на на телефоне нет никакого шарин не то что шаринга именно там длна или еще чего-то то есть чтобы показать фотографии на телевизоре напрямую мне пришлось устанавливать отдельное приложение это google там и также я установила gtv плюс ну они взаимозаменяемы это гораздо шире гораздо функциональней а это вот допустим если у нас стоит lg телевизоры то мы пользуемся этим вообще меня удивило что я не могу показать свои фотографии средствами которые стоят по умолчанию самсунге здесь они есть все это без проблем здесь почему-то не было также мы установили приложение которое меняет обои каждый день это bing фотографии поискового этого microsoft а и очень удобно вот приложение немного приложение давайте посмотрим всего сколько по моему с теми которые по по умолчанию стоят что-то было там семь шестьдесят девять приложений то есть мы можем до посмотреть отключенные мы отключили он и драйв он драйв или как не знаю по-английски как это говорится one drive facebook мы отключили ну потому что ей он точно не нужен хотя facebook конечно позволяет на любые сайты заходить и авторизоваться это очень удобно ну вот такие вот всего лишь давайте посмотрим еще раз доступно 4 7 гигабайта то есть мы видим что ну особо ничем не занято до одну какую-то тему и установили девушки на зачем наверно пробовали батарея вот сейчас она пишет один день 18 часов потребление аккумулятора давайте посмотрим ну вы видите да то есть экран вообще не горел до но тем не менее вот спускается аккумулятор уже 84 процента по моему вчера вечером зарядили его за ночь зарядка упала не помню 90 сколько там было 8 часов как это посмотреть сейчас стало немножко неудобно это все идет да где-то 7 часов проснулись и было 90 90 с копейками да то есть мы видим экран вообще не горел никак не участвовал это сами карты там открывали сама история там сервисы google открывались мне сейчас неудобно это прям стало все не так здесь гораздо удобней старой версии показывать на чу есть на смысл как это выглядит так биометрия обслуживание устройства батарея как питание использования аккумулятора ну вот так экран экран 16 минут работает так а где график 16 минут активное использование но график в общем то вот да получается что ли 9 часов 37 минут назад осталось 9 часов 54 минуты ну на этот телефон все-таки батарейка у него уже очень старая и он примерно заряд у меня держит но активных не более трех часов то есть сразу хочу повториться что если вы сидите на вай-фай то у вас аккумулятор тратится гораздо меньше если у вас 200 2 sim карты то аккумулятор тратится гораздо больше самое лучшее сидеть на вай-фай и вообще без сим-карт это вообще очень круто ну либо автономный режим либо вообще сим-карты не вставлять две сим-карты жрут прям аккумулятор очень сильно если у вас плохой сигнал интернета то тоже аккумулятор будет жраться очень сильно сейчас наверное я все-таки хочу пройтись по скриншотом которые сделаны мной были в результате использования этого телефона и рассказать и показать то есть что-то мне вот там нравилось либо не нравилось я по каждому скриншоту расскажу это будет записано на ду рекордере на этом телефоне и заодно посмотрите как пишет до рекорда то есть если кого-то интересует запись экрана с телефона все на этом наверное пока останавливаемся с ну ну и как как сравнение да вы видите в общем то понятно что за 60 телефон гораздо лучше 60000 но вот прям что лучше 10 таких телефонов или один такой смотря что вам нужно от этого если вам особо не притязательный там и камера особо не нужно фотографии я покажу как он делает то есть на улице специально схожу в минус 37 сфотографирую путь они будут немножко конечно не яркие потому что у нас все там заморозилась сделаю какие-то фотографии внутри здания чтобы это все было вот так вот дальше посмотрите если вам понравится это видео ставьте лайки не понравится ставьте дизлайки подписывайтесь на канал все еще хочу показать вам вот такую фишку на самсунгах есть приложение smart x она выглядит вот так то есть это управление умным домом в том числе но также есть и smart x find не за на английском но тем не менее мы можем посмотреть все устройства которые стоят на вашей учетной записи где они находятся в данный момент это допустим это устройство и так же мы одну учетную запись занесли и и суда так давайте мы заблокировали да нет можно даже что сделать беззвучный режим включить беззвучный полностью беззвучный то есть даже вибро нет и ну не знаю нам нужно чтобы он здесь лежал чтобы видно было и после этого мы берем что делом обновляем где он находится и когда он обновиться мы кликаем на него открывается вот такая карта с указанием адреса вот теперь иначе можно перейти это значит открыть карты и построить маршрут если вы допустим находитесь где-то и телефон на другом месте здесь да то есть ну буквально сразу же мы его и находят потому что он находится рядом хотя gps в общем-то особо и не видать да то есть там наверно все таки по было будет какое-то снисхождение дальше можем мы включить сигнал сигнал будет одну минуту проигрывать и мы видим вот такой сигнал можем другие параметры открыть здесь будет переадресовано в браузер в браузере вы вводите свой логин и пароль и попадаете вот такое такое меню то есть мы видим телефон и мы видим что мы можем с ним делать также мы видим где он находится то есть это очень удобно если допустим вы купили ребенку либо пожилому человеку вы всегда можете знать где он находится я считаю телефон на android это самое лучшее позиционирование на картах то есть ни одни часы ничего другого так вам не покажут точно как android телефон так ходим x и и так же можно поиск делать то есть вот я сейчас ну я сейчас покажу вам здесь да и вот чем вы дальше находитесь тем меньше показывается вот это зеленое то есть допустим не знаю это все-таки на расстоянии bluetooth если это то это на на 10 метров там 9 или так далее там подобно и ему так идем 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 ну я видите если я сейчас буду убирать он эти убирают ну не успевает естественно то есть чуть подальше да и потом мы естественно когда уже высокий сигнал опять отлично все работает стоп и выходим то есть я считаю тут ну очень хорошая фича самсунгов а ее можно попробовать нет кстати и уже не попробуешь раньше это работало на других телефонах а в недавних новостях я прочитал о том что samsung требует аккаунт samsung то есть минимум вы должны аккаунт samsung иметь и максимум уже там телефон samsung но вы можете проверить поставить это приложение завести аккаунт samsung будет ли ваш телефон работать если вы напишите в комментариях я буду очень благодарен за то что вы покажете но управление домом это уже совсем другая история это уже совсем другое видео если вам будет интересно спрашивайте я вам расскажу кстати на с помощью samsung tix мне удалось подключить некоторые приборы колесе которые раньше другими приложениями не подключались но я говорю если вам интересно спрашивать вот наверное вот такое такая еще вставочка будет поэтому само приложение smartx на телефон не ставить и так пройдемся по скриншотам первый скриншот я сделал почему потому что на как только его купил прилетела новая прошивка вот новая прошивка была то есть это уровень безопасности и на все кроме больше на она ничего это первая фотография то есть внучку сфотографировали в квартире фотография мамы она очень недовольна так что это у нас загрузка обновления до была то есть это прошивки здесь написано все что про прошивку говорится также были на обновлении в galaxy магазине потому что мы в google аккаунт не сразу вошли вошли сначала в samsung аккаунт то есть эти приложения просили обновиться либо ну хотелось посмотреть какие еще есть приложения так сначала было у нас 36 процентов занято но потом все больше и больше стали занимать приложение восстанавливать их памяти становилось все меньше это были google эти приложения я сразу отметил которые мне не нужны или маме не нужны я их сразу удалял то есть допустим вот сразу пол мегабайта 500 мегабайт минут мы удалили google фото мы оставили почему потому что в google фото сейчас можно до июля месяца загружать хоть сколько фотографий и они у вас навечно останутся то есть если даже у вас есть и то фотографии давно минувших лет вы можете сейчас до июля месяца их туда загрузить они всегда у вас там будут храниться сколько бы они места не занимали google ограничит свой объем памяти ваш или облачное хранилище уменьшит не уменьшит а ограничит только после июля месяца 21 июля до 21 июля пожалуйста загружайте хоть терабайт ну здесь строка состояния то есть можно поставить только количество уведомлений можно три последних все уведомления не то в шторке да то есть мы ставим все уведомления включить автономный поиск вот здесь кстати идет разговор о том что samsung tix вот это приложение которое показывает где находится ваш телефон я в том что samsung с помощью своего bluetooth может передавать данные на сервера на свои и если допустим человек находится рядом с вашим утерянным там телефоном наушниками бац бац лайк лайф там по моему вот эти начиная с них то есть один наушник даже если вы потеряли и кто-то с самсунгом стоит рядом и всегда этот наушник найдете вот так то есть я естественно до поиск устройств без проблем разрешил и пускай он будет так что-то не помню что-то было здесь на наверно что-то нажал но она не работал это я установил диспетчер вашего телефона связь с windows то есть на windows можно видеть уведомления можно а если находится рядом телефон звонить звонить с помощью допустим ноутбука прям с ноутбука будьте звонить когда телефон рядом но удобное приложение синхронизация хорошая все общем то здорово это были обновления google обновления и вот напоминание о которых я говорил отличнейшее приложение мне очень нравится и удобно у других я не встречал но может быть с другими они так сильно связан настройки камеры были вот такими поставил она и главный экран это вот открытие панели уведомлений то есть когда мы пальчиком по экрану двигаем и открывается шторка это очень удобно найти на galaxy note 3 этой возможности нет и вечно пальцем тыркаешь по рабочему столу хана шторка не опускается это очень неудобно жесты это хорошая вещь ну здесь данные о телефоне bluetooth сертификаты и так далее там подобно обновление требуется android 10 они требуются то есть я проверил на всякий случай а ну ну кстати в июле двадцать первого года будет мир умею и у ай по моему июле и у ай по-моему от 3 версии то есть это очень здорово телефон за семь тысяч будет обновляться еще три года это прям это Это говорит о том, что Samsung молодцы. Хотя Google обещает свои телефоны уже 4 года обслуживать, поддерживать. Так, ну на 1 ноября, то есть вот сейчас обновление системы 1 октября 2019 год. Это через Google Play. Ну, кстати, тоже мне ни разу не удалось через Google Play обновляться, но тем не менее, может быть кто-то обновляется. Если кто-то обновляет свои телефоны, напишите, какой у вас телефон. Это двойной профиль. Это очень удобно, если у вас, допустим, несколько номеров Viber или WhatsApp, или там еще какого-то мессенджера. У вас удобно, вы можете поставить несколько мессенджеров, ну минимум 2, да, и пользоваться. Также 2 профиля ВКонтакте, 2 профиля Фейсбук и так далее. То есть, еще и можно отдельный список это делать. Я считаю, это очень удобно. Тем более у телефона за 7000, когда у тебя за 60, ты думаешь, а ты такой крутой. Да нет, у телефона за 7000 практически то же самое. Вот это мне не понравилось. Это какой-то апклоуд. Это апы, сохраненные в облаке, что ли. Когда я увидел, что этот апклоуд начинает устанавливать какие-то игры, я даже вообще не понял, откуда это что. То ли там, ну, вообще не понял. То есть, это фигня, я ее убрал нафиг. Ну, это режим средней экономии. То есть, вот так вот все это выглядит. Менеджер паролей. Не знаю, я его не ставил. У нас стоит N-Path. N-Path вполне достаточно неплохой, классный. Ну, это приложение MyFile, то есть, очень удобно. Это файловый менеджер. Ну, прям прекрасно. То есть, вот память устройства, видите, да, вначале была 9 гигабайт. Это было здорово. Свободно, но сейчас уже 5. Жесты. Тоже жесты очень удобно. У меня недавно вышло видео о том, как поставить эти жесты. Ну, и прикольно, что на слабеньком телефончике или на телефончике за 7000 это можно делать. То есть, если вас интересует, ссылочка будет на это видео. Дисплей, защита от случайного касания тоже мы включаем. И чувствительность. Чувствительность именно тогда, когда мы там всякие пленки ставим или стекла. Так, оптимизация настроек. Вы выбираете, какую вам настройку выбрать. Это память. То есть, это было в самом начале. Оно выглядело вот так. Диагностические данные. Я не помню. По-моему, я включил. То есть, я ничего не имею против. Пускай забирают мои данные. Лишь бы Android был лучше. А, вот экстренные сообщения. Вот, кстати. Экстренные сообщения. Они включены. Это именно то, о чем я вам говорил. То есть, нажав три раза кнопку Power, вы отправляете SMS, MMS, со звуком, с фотографиями передней и задней камеры. То есть, ну, прям экстренно-экстренно что-то. Если надо, эти настройки лучше сделать сразу. Потому что не всегда есть возможность вытащить телефон, изменить его настройки, только потом отправить. Лучше сразу подумать о плохом, чтобы оно уже все было хорошо. И ничего плохого не было. Дуо мы поставили обязательно, потому что у нас на приставках стоят веб-камеры. И внучка может бабушке звонить на телефон, бабушка отвечать. Либо бабушка внучке звонит на приставку, и внучка может отвечать ей. Так. Так, доступно было 6,7 сначала. Ну, то есть, это вот по памяти. Это вспышка, про которую я говорил. Это очень удобное дополнение к уведомлениям. Ну, здесь 26 декабря обновление было. Так. За что-то просто в уведомлениях. А, ну, я изменилась немножко в десятке. У нас на Galaxy S8 стоят девятки, по-моему. Даже не десятки. Поэтому мне было интересно, как это. Это маркетинг и новостные предложения. Вы можете либо отменить, либо согласиться, и у вас все будет. Так. А, это мы заводили Mi Fit. Дело в том, что мы бабушке дадим наш браслет. Mi Band 3, который вы видели у меня на руке. Чтобы телефон стал немножко тяжелее, чем раньше был. Тот, который у него был раньше, он там, в общем, малюсенький. Декс, по-моему, какой-то был. А этот потяжелее его таскать с собой. Пускай он лежит где-то в квартире. А браслет всегда будет уведомления присылать. И, если надо, бабушка подойдет и ответит на телефонный звонок. Либо на какое-то уведомление. А, ну и мы завели российскую учетную запись бабушки. Я посмотрел. До 2020 года. То есть, 100-летним людям можно заводить Mi Fit. Но если тебе уже 101 год, то ты будешь обманывать. И напишешь только 2020 год. Интересно, кстати. Шагов мы ей поставили всего 5000. Ну и, естественно, с браслетом соединили. Бенд третий. Поставили какие-то уведомления. Это, если кто-то хочет к бабушке в друзья, записывайте айдишку. Или отсканируйте QR-код. Погода. Погода, кстати, в виджет изменяется. Можно сделать затемнение. Прозрачность. То есть, это очень здорово. Это доступ к нашим локальным сетям. Можете сканировать кулак-код. И у вас будет наша Wi-Fi-сеть. У нас два роутера. Поэтому можете оба сканировать. Так, память устройства. И у нас, что получается, система 6.30. Ну вот так вот. Ну и вот здесь вы можете видеть обновление. Galaxy A01. Июнь 2021 года. Это уведомление как раз... О, это и есть как раз обновление. Это наша бабушка. Вот. Эти фотографии были сделаны на дне рождения дочери. Они вот так вот выглядят. Там освещение. Ну, вот что я вам хочу сказать. То есть, ну, вы видите, да? То есть, тын-дын-дын. Это вам не Galaxy S8. Но, тем не менее, эта фотка пойдет. Ничего страшного. Вот так. Ну что? Здесь то же самое, допустим. Саша на татуировку. Смотрится совсем не так, как это на самом деле. Вот так. А, ну, интересно было вот такое. То есть, когда приходили смс-ки, у меня почему-то такого не было. Или я не помню. Можно добавить контакты. Можно блокировать номер. То есть, если номер неизвестен, сразу он тебя спрашивает. Ну, можно и не отвечать. Но, тем не менее, на каждый номер есть. Это скриншоты. То есть, до рекордера, который я рекомендую всем устанавливать на Samsung. Это новогодний подарок. А эта дочь делала уже фотографию сама. Ну, по-моему, эта фотография обработана гуглом. То есть, гугл контрастность добавлял. Но, тем не менее, вы видите, да, что, в общем-то, совсем неплохо. Ну, не совсем плохо, так скажем. То есть, 13-мегапиксельная камера. Может жить. Вот. Это скриншот. Эта фотография сделана в детском саду. То есть, вот дочь рисовала. Можем видеть, как ручка смотрится. А фотографировал я. То есть, вот так вот это все смотрится. Зуммируешь. Если здесь пластилин. Я говорю, очень неплохая камера. Ну, не очень плохая камера. А про D-Recorder, да. То есть, вот этот знак мы можем, водяной знак убирать. Ну, обычно в бесплатных версиях знак не убирается. А D-Recorder, полноценная версия, есть в самсунговском App Store. App Store. Ну, ладно. В магазине. Все. На этом, наверное, по скриншотам все. Все это затягивается у нас в облако. Если вы помните, у нас было видео недавно о том, что Дубокс может иметь целый терабайт, загруженный в облако видео и фото с вашего телефона. То есть, вот мы можем посмотреть. У бабушки 44 мегабайта занято, 1 терабайт доступно. Вот такие вот дела. То есть, все. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok